Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня суббота, 28 ноября. Позвольте поздравить вас с началом рождественского поста. В этот день Святая Церковь предлагает для нашего назидания отрывок Евангелия от Луки, глава 9, стихи с 37 по 43. Предлагаю послушать данный евангельский отрывок в прочтении иродьяка на Свято-Троицкой Александра Невской лавры отца Александра. Во время оно, сошедшую Иисусу с горы, среди Его народ много. И се, муж из народа, возопи глаголя, Учителю молютеся, призрена сына моего, як единороден ми есть. И сетух емлет Его, и внезапо вопиет, и пружается с пенами, и едва отходит от Него, сокрушая Его. И молись учеником Твоим, да и жди нук Его, и не возмогоша. Отвещав же Иисус рече, о Родине верной и развращенной, доколю буду вас и терплю вы, приведи мне сына Твоего Семо. И еще же грядущему повержи Его бес и стресе, запрети же Иисус Духове нечистому, исцели отрока и вдаде Его Отцу Его. Девлякутся же все, о величии Божии. Так звучит это евангельское чтение на церковно-славянском языке. Давайте вместе прочитаем этот текст в русском синодальном переводе. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило Его много народа. Вдруг некто из народа вскликнул. «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего. Он один у меня». Его схватывает Дух, и Он внезапно вскрикивает и терзает Его, так что Он испускает пену и на силу отступает от Него, измучив Его. «Я просил учеников Твоих изгнать Его, и они не могли». Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас, приведи сюда сына Твоего». Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока, и отдал его Отцу Его. «И все удивлялись величию Божию». Сегодняшнее евангельское чтение повествует о событиях после преображения. Как только Спаситель сошел с вершины горы Фавор, Он снова столкнулся с заботами и горестями человеческой жизни. Множество народа собралось около учеников Христовых, ожидавших Его у подножия горы. И вот некий человек обратился ко Господу с просьбой помочь. «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня. Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его». Добавив при этом, что просил учеников Христовых изгнать беса, но они не смогли. Этот человек открыто обвиняет апостолов, не понимая, что невозможность исцеления зависит иногда не от бессилия исцеляющих, а от веры тех, которых нужно исцелить. Блаженный Феофилакт отмечает, «Человек сей, о котором речь, был весьма неверующий, поэтому и бес не выходил из сына его, ибо неверие превозмогло силу апостолов. Неверие и дерзость его видны из того, что он пришел перед всеми обвинять учеников. Но Господь объявляет, что сын его не исцелен по причине его неверия, и перед всеми порицает его и не его одного, но и прочих всех вообще. Ибо сказав, «О род неверный!» разумеет под этим всех иудеев, а словом «развращенный» показывает, что злоба их не от начала и не от природы, по природе они были добры, ибо они были святым потомством Авраама и Исаака, но развратились по своей злобе». Желая показать, что он имеет силу побеждающую неверия иудеев, Господь говорит, «Приведи сюда сына твоего», подавая отцу благую надежду и уверенность в том, что сын его будет избавлен от этого недуга. Спаситель запрещает нечистому духу, исцеляет сына и отдает его отцу. Архиепископ Аверкий Таушев отмечает, «Самая малая вера, если только она есть, уже способна творить великие чудеса, так как в ней сокрыта великая сила. Но не следует думать, будто вера имеет как бы способную силу, она является лишь необходимым условием, при котором действует всемогущество Божие». Вера как бы проводник его всемогущей силы. Естественно, Бог может совершать чудеса и при недостаточной вере, как исцелил Он бесноватого юношу, несмотря на маловерие отца. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, говорят нам о вере как об основной христианской добродетели, заключающейся в добровольном согласии человеческой воли на принятие Богооткровенной истины. Без веры невозможно спастись, потому что все человеческое и все духовное основывается на ней. Сама же вера объединяет в себе преданность доверия Богу и следование своей волей за Ним. Такая вера выражается в жертвенности, когда мы стараемся созидать свою жизнь по воле Божьей, а для этого отсекаем греховные пожелания своего естества. Но вера приходит в совершенство только через исполнение всего указанного Спасителем. «Без дел же вера мертва, равно как и дела без веры». Ведь только когда мы веруем умом и сердцем, исповедуем веру устами, выражаем, доказываем ее всей своей жизнью, она является для нас спасительной. Пусть же то, что мы истинно веруем Богу, будет явлено на основании наших дел и соблюдения Божьих заповедей. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Неси Господи! Благослови, Неси Господи!